Всем привет! Меня зовут Андрей Демин и в этом видео поговорим о том, как анализировать целевую аудиторию, а именно из чего состоит ее портрет, как сформулировать ее потребности и как сегментировать целевую аудиторию по группам. Анализ позволяет сфокусироваться именно на той аудитории, которой будет интересен ваш товар или услуга, а также придумать объявления, которые будут привлекать внимание нужной вам группы людей. Базовые вещи, которые нужно знать от целевой аудитории, это где она находится, то есть ее местоположение, пол, возраст, ее интересы, уровень дохода и семейное положение. Работа с потребностями целевой аудитории делится, как правило, на три направления. Первое, это выявление так называемых болей, то есть задач, которые хочет решить клиент. Второе, это подбор лекарств от болей, то есть как раз решение, которое закрывает данную задачу. И, наконец, третий этап, это анализ поведения целевой аудитории при поиске решения, то есть где, когда и как эта аудитория решает свою задачу. Что же может являться решением проблемы? В случае головной боли, это услуги врача, либо лекарства от головной боли. А в случае голода, это доставка еды, либо кафе поблизости. Ну, а в случае подготовки к отпуску, это целый спектр товаров, которые могут пригодиться в дороге. Солнцезащитные очки, купальник, палатка и даже сами билеты, которые позволят пользователю добраться до места назначения. Где же целевая аудитория может пытаться решить свою проблему? Если мы говорим про головные боли, то пользователи могут забивать поисковые запросы в духе таблетки от головной боли, что делать, если болит голова, искать ближайшие клиники, искать симптомы, читать медицинские статьи и форумы о здоровье. При этом с высокой долей вероятности запись к врачу может производиться с мобильного устройства в рабочее время. В случае с голодом пользователи могут забивать такие поисковые запросы, как доставка пиццы и суши, кафе рядом со мной, куда сходить вечером. При этом пользователи могут заинтересоваться картинкой с едой абсолютно в любой момент времени случайно, могут искать ближайшее кафе на карте, а также могут искать, устанавливать и использовать приложение по доставке еды. Как правило, тип устройства здесь не так важен, однако смартфоны чаще всего оказываются под рукой. В случае же подготовки к отпуску пользователи могут забивать такие запросы, как мужские очки и авиаторы, черный слитный купальник, купить крем от загара. При этом также они могут смотреть каналы путешественников, смотреть прогноз погоды по городам отдыха или искать товары на маркетплейсах. Тип устройства здесь также будет не важен. Когда аудитория может решать свою проблему? В случае головной боли лечение может потребоваться либо немедленно, при острой боли, либо не так оперативно, если можно потерпеть до посещения врача, а боли не постоянные, а временные. В случае голода поиски еды могут повторяться изо дня в день, при этом у кафе, которое находится возле офисов, основной пик это обеденное время, а у кафе, которое находится вне работы, в местах досуга, это в основном вечернее время. В случае же подготовки к отпуску билеты покупаются заранее от нескольких недель до нескольких месяцев, а вещи, как правило, ближе к отпуску. При этом все покупки совершаются к определенной дате, после которой потребность в товарах отпадает. Как же аудитория решает свою проблему? В случае острой головной боли от нее стараются избавиться раз навсегда, а неострую можно глушить посредством профилактических мер. Если мы говорим про потребность в еде, то она регулярная. Доставка еды может требоваться здесь и сейчас, а вот решение о походе в кафе принимается заранее или накануне. Но чаще всего решение сходить поесть принимается спонтанно. А вот решение об отпуске, напротив, не принимается спонтанно. Чаще всего это спланированная история. Целевая аудитория может состоять из нескольких сегментов, каждый из которых требует индивидуального подхода. В диджитал рекламе это выражено, как правило, запуском отдельных рекламных кампаний, каждый из которых нацелен на свой собственный сегмент. Давайте приведем примеры сегментирования. Если мы говорим про головные боли, то это могут быть пользователи, которые ищут врача, лекарства, народные средства или пытаются разобраться в симптомах. Среди тех, кто хочет поесть, можно выделить следующую аудиторию. Те, кто интересуется доставкой пиццы, доставкой суши, одновременно и тем и другим, а еще их можно разбить на тех, кто хочет поесть в кафе или кто хочет заказать доставку еды на дом. Ну а среди тех, кто хочет отправиться в отпуск, можно выделить аудиторию тех, кто планирует поездку в лес, в горы или на море. Итак, анализ аудитории позволяет понять, кому нужен товар или услуга, как этот товар или услуга решает проблемы клиента, а также на какие преимущества нужно делать упор в рекламе. При этом аудиторию необходимо сегментировать для того, чтобы показывать каждой группе пользователей индивидуальные персональные объявления.